Дорогие друзья, наша программа продолжается. Если вы уже позавтракали, выпили кофе, то прямо сейчас. Я надеюсь, что вы готовы услышать о самых лучших и интересных книжных новинках этой недели. Все потому, что в нашей студии появилась Ольга Городничева, наш любимый книжный обозреватель, которая с собой принесла очередные четыре новые книжки. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте, что у вас сегодня с собой. Начнем с юных читателей. Вышла новая книга «Жили 33 кота» от Дарьи Герасимовой. Дарья Герасимова – это художник-иллюстратор. Она отиллюстрировала более 50 книг и анимационных фильмов. Ну и получила ряд престижных премий, как, например, «Ралы и полруса» и «Лучшая книга 2013 года». Но помимо этого Дарья Герасимова – создатель и, ну так сказать, собственных книг, где она выступает не только как иллюстратор, но и как автор текстов. И вот именно «Жили 33 кота» – это вот такая ее собственная книга. Представляет она собой азбуку. Но не даром же 33 кота. Это 33 буквы. Буквы изображены в виде вот таких смешных котиков. Получаются некие кота-буквы или буква-коты, кому как нравится. Кот-зомби. Действительно, иллюстрации просто замечательные. Они вот такие вот, ну, выполнены в русском стиле, самобытные коты в рубашках, кошки в сарафанах. Давайте найдем букву «Ы». Мне очень интересно, как выглядит кот на букву «Ы». Почему? Ну, а какой стих на букву «Ы» интересный у нас есть? Ну, с домиком просто. Мягкий знак. Вот он твердый. А, это «Ы». Вот и, да. Толстый кот на букву «Ы». Причем хочу обратить внимание, что каждое стихотворение обязательно содержит слово «кот». И помимо этого, мама может с ребенком поиграть. На каждой странице мама может с ребенком посчитать, сколько же котиков. Ну, забегая вперед, скажу, в книжке 209. Во! Во! Вы посчитали. Ну, смотрите. Толстый кот, услышав гром, быстро-быстро мчался в дом. Хорошее стихотворение. В рифму главное. Это хорошо. Ладно, теперь что для взрослых? Для взрослых тех, кто больше тяготеет не в прозе, а в поэзии, вышла новая книга от Екатерины Гордон «Стихи Кати Гордона». Ну, вот так вот слитно с хэштегом. Это вот та самая известная Екатерина Гордона, которая бывшая жена Александра Гордона, которая талантлива безмерно. И талантлива во всем. Да, это именно она, Катя Гордона, это известный блогер. Она пишет и статьи для московского комсомольца, и для плейбоя, и ведет передачи на ТВ и на радио. Ну, и мало кто знает, что она еще пишет стихи, причем пишет стихи давно и профессионально. Более того, она является автором песен для не только своей группы «Блонд Рокс», но и также для многих звезд российской эстрады. Серьезно? И кто поет эти тексты? Ани Лорак и Лепс. Ну, и хочется сказать, что стихи Кати Гордона действительно очень трогательны и цепляют за душу. Но одна из главных тем – это тема любви, любви и болезненной, которая выжигает все в душе, и любви окрыляющей, после которой вырастают крылья. Также затрагивает темы и людской души людей. Есть люди, которые не имеют ничего за душой, но при этом раздают все последнее. Есть люди, у которых есть многое, но при этом по выражениям Кати Гордон, они представляют просто собой мешок органов. Ну, вот так вот, такое жестокое сравнение. «Так тихо только бабочка крылом ударится в порыве о стекло и опадет цветочным лепестком. Не разбить невидимую твердь, к тебе порыв мне не преодолеть». Мне кажется, знаете, такие стихи для девочек. Да. В трудную минуту. Хорошо, дальше. Наверное, да, самая ожидаемая книга этой осени, ну и вообще, наверное, всего этого года – это новая книга Людмилы Улицкой «Лестница Якова». Это роман-притча. Последние несколько лет Людмила Улицкая писала в основном пьесы, рассказы. После романа «Зеленого шатра» она зареклась больше не писать романы. И вот после долгого-долгого времени все-таки вышел такой большой многострадальный роман. Сама Людмила Улицкая говорит, что ей очень тяжело писать романы, потому что на каждую страницу просто проживает. Но сподвигло на написание этой книги то, что она нашла у себя переписку своего деда со своей бабушкой. Именно вот основа этих писем, этой переписки легла в структуру книги. Основной герой – это Яков Осицкий, человек книги, интеллигент конца 19 века. И его внучка, внучка Нора, которая является театральным художником. И знакомство значное. Нора находит как раз переписку вот этого деда Якова со своей бабушкой. Ну и вот на этой переписке строится весь роман. Замечательная книга. 28 октября как раз сегодня она появляется во всех магазинах и доступна в своих читателях. Пойду в магазин сегодня тиждень. Вы смотрите, что Злата может не отдать этот экземпляр. Могу. Так, что там еще у нас? Ну и для мужчин, для тех, кто любит читать в жанре фантастики. У Сергея Тармашева. Вот очень многие спрашивают, как правильно ставить ударение. Он Сергей Тармашев, да. Вышла последняя, ну и, наверное, уже заключительная книга в его цикле «Древний». Книга называется «Предыстория. Книга первая». Ну, соответственно, будет книга вторая вот этой предыстории. Сергей Тармашев – известный писатель-фантаст. Ранее он как бы занимался, ну, работал в силовых структурах. И, конечно, его главные герои, вот они такие мужчины, бруталы, герои, действительно. Ну, судя по обложке, как ящерица ФСБшник какой-то. Вот, ну, наверное, претерпел некий матометаморфозы. Вот. Из всех циклов, которые он написал, конечно, цикл «Древний» самый-самый популярный. В этом цикле вышло семь книг. Завершил он его в 2012 году. Ну, и поклонники Сергея Тармашева очень ждали, будет ли какое-то продолжение. Он не создал продолжение, он создал прикрел, как бы. То есть, откуда появился главный герой, главный герой Алекс XIII, вот именно будет рассказано в книге «Предыстория первая книга», «Вторая». Ну, и книга… Ну, а это все-таки для взрослых фантастики? Конечно, конечно, для взрослых. Не детская совсем. Ну, не детская, да. То есть, это не подростковая. Не подростковая. Нет, ее читают вот такие вот серьезные мужчины в возрасте. Диме не интересно, потому что там картинок нет. Я полистал так. О, текст. Коты, коты, коты гораздо интереснее. Ольга Градничева, книжный обозреватель. Спасибо вам огромное, что были у нас в программе «Утро ТВ». Наш программа продолжается. Сейчас у нас на очереди информационный выпуск событий. Оставайтесь с нами.